Я ясная лава, я крыло бы, я крыло бы, йога, а меня да. Звучит пролог к фолк-мистерии музыка Земли. Необычным произведением, сочетающим в себе мотивы народного творчества и возможности современных музыкальных инструментов, открывает новый сезон Московская областная филармония и также приветствует всех, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие культуры Подмосковья, в том числе лучших из них. Победители конкурса «Лучший по профессии» в рамках открытия сезона наградил губернатор Московской области. У нас в области порядка двух с половиной тысяч учреждений и в сфере культуры задействовано 32 тысячи человек. Это такая внушительная мощная сила. Я сегодня хочу поблагодарить вас всех за ваш труд, за вашу самоотдачу. Спасибо. По инициативе губернатора конкурс среди учреждений культуры проходит в четвертый раз. Премии были удостоены 14 работников сферы. Среди них сотрудники подмосковных школ искусств, библиотек, музеев и театрально-концертного центра «Щелковский театр». Его директор Татьяна Ершова получила награду в номинации «Творческий прорыв». Вы знаете, я, наверное, получала ее с большим чувством радости, потому что это совокупный труд этого коллектива. Он оценен этой губернаторской наградой. И я бы хотела сказать, что здесь не только труд коллектива, здесь и труд комитета по культуре и туризму «Щелковского района». Здесь также и отношение администрации «Щелковского района» к этой отрасли. Все вместе это позволило нам, нашему коллективу, занять такой высокий пьедестал, я считаю, на сегодняшний день. За яркой формулировкой «Творческий прорыв» стоит вполне конкретная непростая работа. Всего три года назад состоялось слияние трех отдельных коллективов театра, духового оркестра и ансамбля «Распева». Театральная труппа переехала в новое здание бывшей ДК «Славия». Чтобы вновь привлечь зрителей, потребовалась концепция развития. Во многом благодаря ей учреждению удалось войти в программу «Театры малых городов». Появилось новое оборудование – премьерные спектакли. За 2017 год число посещений театрально-концертного центра увеличилось на 50%. Также Татьяна Ершова отметила, что творческая, плодотворная атмосфера во многом помогает специалистам учреждения в индивидуальном развитии. Так, на премию «Наша Подмосковья» сотрудникам центра было подано 8 проектов. Четыре из них заняли призовые места. Замечательно то, что это, опять же, труд, который виден, труд, который отмечается. Я в итоге бы хотела сказать, это очень важно, важно для того, кто трудится. Впечатлел сотрудников культуры, приглашенных на открытие сезона областной филармонии и концерт. Лучшие коллективы России и Подмосковья подготовили яркую программу. Буквально от классики до джаза.